Прогнозировать сейчас становится сложнее и интереснее, потому что если бы мы с вами дискутировали несколько дней назад, наверное, мой ответ чуть-чуть отличался бы от того, который я дам сейчас, но тем не менее, что мы наблюдали сегодня? И вчера рубль достаточно сильно ослаб, то есть уровни 60+, 61-62 по доллару-рублю, и, наверное, до этого движения мы рассчитывали увидеть эти уровни ближе, наверное, к концу третьего квартала, возможно, в начале четвертого. То есть скорее к концу года мы ориентировались на диапазон приблизительно 60-70, но вот сегодня мы видим, что курс достаточно быстро сдвинулся. И возникает вопрос, что послужило причиной? И здесь, наверное, начнем с таких традиционных экономических объяснений. У нас действительно завершился налоговый период, у нас сильно изменилась вся дивидендная история. Можно я сразу буду вставлять пару слов про налоговый период? Каждый конец месяца до 25 числа НДПИ за второй квартал были уже платежи или нет еще? Вы знаете, все основные платежи регулярные, конечно же, завершились, то есть последние платежи были 25 и 28 июня. Соответственно, в этом смысле вот та поддержка, которую экспортеры всегда оказывают рублю, она в текущий момент ослабла. И почему это сейчас особенно сильно ощущается? Потому что у нас есть ограничения по движению капитала, не все операции возможны, поэтому именно доминирующим фактором, который формирует курс рубля, является именно торговый баланс. И в этом смысле большую часть этого торгового баланса как раз транслирует на рынок экспортеры и импортеры. Но учитывая, что сейчас доходы экспортеров снижаются не так сильно, как упал импорт, вот этот большой профицит, он транслируется, собственно, в большое предложение валюты на рынок. И особенно это предложение усиливается в налоговые даты. Действительно, вы сказали, это 25 и 28 число. Также компании нужно помнить, что они выплачивают экспортную пошлину. Но экспортную пошлину здесь, компании платят в соответствии со своим графиком, нет конкретных дат, когда вот именно все эти платежи приходятся на какой-то конкретный день. Поэтому в целом вот эти все, эти выплаты, они нам дают некоторые пиковые точки в течение месяца, когда предложение валюты может относительно увеличиваться по сравнению с некоторым средним уровнем. Так и что это все-таки вот это ослабление рубля, которое мы увидели за последние два дня? Это просто снятие этого давления или что-то еще? Ну, мы начали с этого, что действительно тот пик продаж экспортера прошли. Это первый важный фактор. Второй важный фактор, то что все мы знаем, что «Газпром» отказался платить на дивиденды. И, собственно, это была значительная часть всего дивидендного пула, который компании могли выплатить вот в этот дивидендный период. Что традиционно происходит перед дивидендными выплатами? Компания для того, чтобы аккумулировать вот этот объем рублей, обычно увеличивала продажи валюты, для того, чтобы дополнительно привлечь рубли. Потом эти рубли уже выплачивались акционерам. И в нормальные, в предыдущие годы, собственно, акционеры имели возможность частично реинвестировать эти рубли в рубль. И тогда давление на рубль в сторону его ослабления уже не возникало. Либо зачастую бывали ситуации, когда действительно часть инвесторов, в том числе иностранцы, просто конвертировали эти деньги в валюту. И поэтому мы имели, с одной стороны, в начале, перед дивидендными выплатами мы имели укрепление рубля. А после того, как компании, особенно крупные компании, выплачивали дивиденды, часть этих дивидендов конвертировалась в валюту, и мы имели некоторое ослабление рубля. Вот в этом, в текущей ситуации, в чем состоят особенности. С одной стороны, Газпром убрал потенциальный навес сначала вот этого предложения валюты с рынка. И второе, мы знаем, что большая часть все-таки акционеров у наших крупнейших компаний, в том числе и у голубых фишек, это иностранцы. Иностранцы сейчас не получают эти деньги на счета. И, соответственно, возможность конвертации этих денег в валюту ограничена. И именно поэтому этот фактор тоже мог сыграть свою роль, потому что изначально рынок готовился к такому роду потоков, и, собственно, люди могли с большим желанием играть со стороны длинных позиций в рубле. Вот два фактора мы с вами уже обсудили. То есть это завершение выплат по НДПИ, по налогам и снятие вот этого навеса. Вы так педалируете, что это Газпром снял. Есть, конечно, версии. Причем как бы у нас в эфире высказывали уже в программе рынки, что это просто попросили. Или вот такая идея была, чтобы понятно всем было, что если вот эти дивиденды хлынут на рынок, в первую очередь Газпромам придется часть выручки потратить для того, чтобы скупить рубли, для того, чтобы выплатить эти дивиденды. И потом они в валюту не перейдут, как вы правильно сказали, потому что иностранцам-то невозможно эти дивиденды получить. Вы знаете, вы правы. Газпром, я имею в виду, что компания, да, ссылаясь именно на компанию, логика этих решений. Но мы здесь больше про экономику, не про политику, то есть это так, ремарка в сторону. Но достаточно ли этих двух факторов для того, чтобы так сильно ослабить курс рубля, или тут еще вмешался Минфин? Я думаю, что нужно продолжить этот список, конечно же. Кроме того, на прошлой неделе мы получили достаточно сильные вербальные интервенции со стороны и Минфина, и правительства о том, что рубль чрезверно укрепился. И, собственно, необходимо, а, вернуться к бюджетному правилу, и, б, в рамках, возможно, некоторого либо переходного периода, либо нового бюджетного правила нужно каким-то образом провести интервенцию. И речь шла как раз о возможности проведения интервенции через юань. и, таким образом, через кросс-курс подвинуть вверх основные валютные пары доллар-рубль и евро-рубль. И это тоже могло сказаться. Как раз речь шла о том, что на этой неделе власти будут всерьез обсуждать эти предложения, возможные решения, и рынок, возможно, как раз из этих трех факторов уже позиционировался в сторону более слабого рубля. Сразу по ходу дела вопрос, это были только словесные интервенции, или вы все-таки заметили в стакане активность от Минфина? Было что-то, не было? Потому что пока то, что я слышал, только слухи, и многие подкрепляют слухи картинками. Вот, курс опустился с 52 до 60, это почти 20%, не обошлось без интервенций. Видели ли вы физические интервенции? Они были? Вы знаете, ну, с моей точки зрения, интервенций не было, потому что все-таки для этого мы, скорее всего, услышали бы заявление представителя Минфина, потому что большого смысла делать вот эти интервенции так скрыто, да, нет. Потому что все-таки власти давно обсуждают проблему крепкого рубля, власти давно обсуждают возможность, желание и невозможность проводить, как бы, эффективные интервенции. Поэтому в этом смысле, мне кажется, и Минфин, и Центробанк были бы заинтересованы, в принципе, в достаточно такой транспарентной политике, объяснение того, что делает финансовый блок. Почему? Потому что, ну, сейчас мы живем в условиях крепкого рубля, да, и желание его несколько ослабить. А давайте предположим, что рубль, ну, в течение нескольких дней ослаб до таких уровней, которые начинают нести проблему с точки зрения инфляции, которая очень хорошо себя ведет в последнее время, с точки зрения ставки, да, то есть, собственно, ожидание дальнейшего снижения ставки можно будет пересматривать. Ну и, в принципе, здесь нужен некоторый баланс. И вот проблема, скорее, с курсом была не только в том, что он был очень крепкий, а в том, что волатильность курса очень сильно выросла. И это негатив и для населения, чуть в меньшей степени сейчас, да, и для компании в большей степени, и для бюджета. И чрезмерная волатильность вот такого резкого укрепления рубля, потом резкое его ослабление, потом возможное резкое укрепление, это минус, всегда минус для экономики. Это дополнительный риск с точки зрения финансовой стабильности и дополнительная головная боль для Центробанка. Поэтому в этом смысле здесь не нужно переусердствовать. И если бы такого рода интервенции существовали, то это, конечно бы, мне кажется, очень сильно подорвало бы доверие к нашему финансовому блоку, который вот на протяжении последних нескольких месяцев нужно отдать должное, а повел себя достаточно эффективно. Редактор субтитров А.Семкин